Диаметрия сферического треугольника. Как он получается? Берем любые три луча, выходящие из одной точки, да, конечно, не лежащие в одной плоскости, и берем каком-нибудь сферу с центром в этой точке. Чаще мы будем считать, что радиус этой сферы равен единице, хотя, на самом деле, если радиус равен не в три величине r, то просто все длины сторон, естественно, умножатся на эту самую величину r. Какие у обычного треугольника есть измерения? У обычного треугольника АВС имеются углы, давайте их обозначим, альфа, бета, гамма, и имеются длины сторон АВС. Ну и какие-то интересные тридометрические и другие формулы, которые связывают между собой все эти величины. Так вот, что есть у сферического треугольника? Ну, разумеется, вместо длины отрезка мы будем использовать вот эту дугу. Это часть большого круга сферы. То есть, ОАС, все эти три точки лежат в плоскости, которая проходит через центр сферы, и поэтому это что-то типа меридиана или экватора. То есть, когда у вас есть любая сфера, то на ней есть большие круги, которые я сейчас рисую, а есть, разумеется, на этой же сфере и какие-то маленькие такие вот окружности. Вот это нам неинтересно, да? У нас сейчас такие круги максимального радиуса. Замечательно. Давайте подумаем, каким образом мы будем это обозначать. Как вы считаете? Да. Дуга АС. Вот, то есть, смотрите, дуга АС. А что, хорошая идея, бета. Дуга АС. Нет, я не хочу писать бета. Дело вот в чем. Дело в том, что роль углов в сферическом треугольнике на самом деле выполняет вот какая штука. Если я провожу здесь касательную, и если я беру другую дугу, вот смотрите, вот так вот, и провожу к ней касательную, то на самом деле эти два луча, они оба перпендикулярны к прямой ОА. Согласны? Таким образом, что такое вот этот угол, который зелено-желтый? Вот этот вот зеленый луч. Как он называется? Нет, ну не самый луч, а угол этот. Угол между двумя касательными. Угол между двумя касательными. Проведен от этого. Замечательно. Вы говорили, что на стереометрии у вас уже было слово «вукранный угол». Что такое вот этот угол? Угол между этими двумя. Угол между плоскостями ОАБ. Совершенно верно. Это угол между плоскостью ОАБ, где лежит зеленый луч, и между плоскостью ОАЦ, где лежит желтый. ОАБ, да, извините, ОАБ желтая, спасибо. И ОАЦ зеленая, да-да, желтая, это вот какая-то ОАБ. Совершенно верно. Замечательно. Так значит, у нас величина двугранного угла – это аналог вот этой величины Альфа. Согласны? Согласна. Отлично. Есть предложение ровно так и называть. Вот этот вот угол давайте назовем Альфа. Соответственно, здесь угол между касательными будет гамма, здесь угол между касательными будет какой? Бета. Отлично. Теперь вопрос. А что является аналогом вот этих чисел А, В и С? Длинный дуг. Просто длинный. Просто вот эту длину дуги, не отрезка, а дуги, мы обозначим буквой С маленькая. Длину вот этой дуги обозначим буквой А маленькой. Все понятно? Соответственно, обозначения у нас, ребята, очень похожи на то, что было здесь, ну, на обозначение треугольника. Теперь сумма двух сторон, любого, длины двух сторон, любого треугольника больше, чем длина третьей стороны. Согласны? Согласны. Будете добывать это доказать? Росферического треугольника. Что кратчайший путь по сфере лежит по дуге, а не вот такой. Росферический путь по сфере лежит... Можно ли провести тогда А, В, А, С? Отрески? Да. Для отрезков, вы поймите, пожалуйста, это путь заранее тупиковой. Дело в том, что связь между длиной дуги и длиной хорды, она очень непрямая. А без нее? Там синусы, там функции, и ничего не получите. Если бы была прямая пропорциональность, там дуга и расстояние по прямой, если бы были связаны там столько, это раз одно другое отличалось, то тогда вы, конечно, все делаете. А здесь ничего подобного. Скажите, что это было А, В, Р плюс В, Л, С больше, чем А, О, С? Ну, совершенно верно, да. Давайте я вам напомню. Если у нас есть любая окружность, и у нее есть радиус, и вот здесь вот некоторый угол Фи. Как написать длину всей окружности? Все помнят? Через радиус написать длину всей окружности. А? 2 Пи Эр. 2 Пи Эр. Молодцы. Замечательно. А как написать длину вот этой дуги? Фи Эр. Фи Эр. Если Фи измеряется в чем? В радианах. Абсолютно верно. Фи радиан. Вот есть такая замечательная единица измерения, что весь угол, весь вот этот вот угол, это сколько радиан? 2 Пи. Это 2 Пи радиан. Понятно. То есть оказывается, что градусы не очень удобны для математики. То есть идея разбить окружность на 360 равных частей, она разумна в том смысле, что год это более-менее 365 дней, а 360 близко к числу 1065 и так далее. Кстати, все знаете, что на этой неделе конец света? Не на это. Не на это. Ну типа это, уже скоро? Нет, скоро в декабре. Ну в декабре. Не важно, ребята. Почему я сейчас конец света не один раз попразднула? Смотрите, значит, там есть календарь майя, слышали, да, все? Да, уже продлили. Я знаю, что вы продлили. Вот. 2012 год, конец света и все такое. Так вот, понимаете, выясняется, что для математики гораздо интереснее, чем этот календарь майя, и чем вся эта мистика с числом 360, гораздо интереснее радианная мера угла. Значит, соответственно, длина вот этой штуки, это 2, если вся окружность, 2πr и, соответственно, φr, если вот так. Значит, Андрей правильно сказал, на самом деле, нас не интересует величина радиуса, неравенство. А плюс b больше c, это на самом деле, для углов, вот какая штука. БОС плюс угол, что такое b? Угол АОС, нужно доказать, что это больше, чем величина угла АОБ. Вот такая штука на плоские углы двугранного угла. Давайте доказываем. трехгранный угол, что называется, когда на него смотрят, зайдет такой? Гамма, это угол β. Угол между кривыми, все помнят, это угол между касательными, в точке, где мы берем угол. Угол между двумя кривыми, это угол между касательными к ним. А никто не помнит, как, извините, неравенство треугольников на плоскости доказывал. Я откладываю одну сторону. А? Одну сторону откладываем на другую. Одну сторону откладываем на другую. Наверное, такое тяжелое откладывание. А нет ли нет ли какого-то более примитивного? На самом деле, если верить в постулаты параллельных, то есть то, что вы говорите с откладыванием стороны, это доказательство, которое годится и для так называемой абсолютной диаметрии. То есть годится и для диаметрии, в которой, так называемой диаметрии Лобачевского, в которой через точку параллельно-прямую можно провести нескольких прямых. А вот есть доказательства, такое самое простое, это опусти перпендикуляр. Помните такое? берем любой треугольник, и в нем, чтобы доказать, что сумма двух сторон больше третьего, просто опускаем перпендикуляр. такое примитивное обсуждение не годится? А гипотенуз длинеет, я в теореме Пифагора докажу. Нет, я согласен на то, что я сейчас немножко мухлюю, потому что, конечно, вы скажете, что в диаметриях нет теоремы Пифагора, а при доказательстве теоремы Пифагора мы там тем-то пользовались. Это все замечательно, я сейчас пытаюсь хоть что-то придумать, понимаете, да? Сейчас мы работаем все-таки не с аксиомами, а пытаемся какие-то содержательные теоремы доказывать. Так вот, смотрите, когда у вас есть отрезок, то мы можем взять, допустить перпендикуляр, и отрезок уменьшится. Согласны? Катит прямоугольного треугольника меньше гипотенуза. Замечательно, так давайте здесь сделаем так же. Вот у нас имеется основная дуга, берем и из точки, сейчас, нам нужно доказывать, что С меньше, вот это меньше, значит, надо из точки С, берем и опускаем перпендикуляр. Опускаем перпендикуляр, это имеется в виду, проводим через точку С плоскость, перпендикулярную плоскости ОАБ. Понятно? Да. От вас теперь требуется доказать, а может и так, и неверно, посмотрим сейчас, доказать, что это дуга, то есть, получился у нас прямоугольный треугольник на сфере. Требуется доказать, что эта дуга короче, чем эта. Давайте подумаем, что это на самом деле такое. Где-то там у нас есть точка О, понимаете, да, под доской, и из этой точки О выходит две перпендикулярные плоскости. Нужно понять, что вот такая дуга больше такой. Сможем мы это сделать или нет? А хотите, я расскажу совсем простую доказательство, в котором это вообще не надо быть? Ребята, если у нас имеются две плоскости, проходящие через центр сферы, то на самом деле они на сфере высекают что-то вроде апельсиновой дольки. Все согласны? Даже на самом деле две апельсиновые дольки симметричны относительно диаметра сферы. Так? Давайте подумаем, как это выглядит вот на этой картинке. Значит, смотрите, мы берем и продолжаем вот это. Продолжаем, продолжаем, продолжаем. Да? И вот эту дугу тоже продолжаем, продолжаем, продолжаем. На обычной плоскости, если мы с вами продолжаем вот этот луч и продолжаем там и этот луч или этот, то они уже больше никогда не встретятся. Все, ушли в бесконечности, все. А на сфере же ничего подобного. На сфере, когда мы берем, продолжаем одну сторону сферического треугольника и продолжаем другую, то они пересекутся, причем мы даже знаем, в какой точке. Как ее зовут? Полюс. Ну, если это северный полюс, то это южный. Если это не полюс, то это точка симметричная. Согласны? Давайте ее назовем ц штрих. Дайте буквы ю. Нет. Давайте буквой ц штрих. Ц штрих. Ц и ц штрих. Это точка симметричная точки ц относительно центра сферы. Согласны? Отлично. А теперь вопрос. Господа, если мы знаем, так давайте, это перпендикулярно сейчас уже совершенно не нужно, если честно. Если мы с вами знаем вот эту длину, это у нас В, если мы с вами знаем вот эту длину, это А, и эту длину, это С, скажите, пожалуйста, знаем ли мы с вами вот эту длину? Сколько это будет? Пи Р минус Б. Абсолютно верно. Это Пи Р минус Б. Знаем ли мы с вами эту длину? Сколько это будет? Пи Р минус А. Абсолютно верно. Это будет Пи Р минус А. И давайте мы с вами сделаем следующую штуку. Пи Р минус Б обозначу Б штрих. Пи Р минус А обозначу А штрих. И вот это неравенство треугольника, то, что А плюс Б больше Ц. Я сейчас напишу через Б штрих и А штрих. А именно, что такое Б? Это ПР минус Б штрих. Согласны? Что такое А? Это ПР минус А штрих. Вот я и пишу. ПР минус А штрих плюс ПР минус Б штрих больше, чем Ц. Это по-другому записывается так. 2ПР больше, чем А штрих плюс Б штрих плюс Ц. Господа, что такое А штрих плюс Б штрих плюс Ц штрих? Это на самом деле периметр вот такого сферического треугольника. Обратите внимание, что эти два сферических треугольника связаны между собой таким образом, что если вы рассматриваете этот, то для него дополнительно прилегает этот, а для этого этот. Согласны? То есть, на самом деле, если это любой сферический треугольник, то это будет в такой же степени любой. Значит, неравенство треугольника, которое у нас вот есть для сферического треугольника, на самом деле равносильно вот такому неравенству. А что это такое? Периметр любого сферического треугольника меньше, чем длина экватора. 2πr – это максимальная возможная длина окружности, которая на сфере помещается. Понятно? Кстати, понятно, что вот эта сумма может быть сколь угодно близка к этой. для этого достаточно вершины сферического треугольника расположить совсем близко к экватору. Понимаете, да? Тогда стороны сферического треугольника будут тоже так идти вдоль экватора. То есть, на самом деле, вот эти вот плоские углы будут почти по 120 градусов. Понятно? Ну, кстати, не обязательно по 120. Просто вы можете сделать так. В плоскости рассмотреть три луча. Ну, не, вот так вот просто. Не обязательно порву, ну, лишь бы они так лежали, да? Тогда и сумма будет и после этого вот эту точку чуть-чуть вниз или чуть-чуть вверх. Ну, чтобы это из плоского превратить в трехранный угол. И вот вам действительно сумма величин почти что 360 градусов. Так, всем понятно, что вот это R оно не очень при чем, да? Это просто радиус окружности. Можно было бы с самого начала сказать, что R равно 1 и особо это ни на что приятно. Еще раз, а почему он нет, действительно R больше, чем... Так нет, это мы сейчас обсудим. Я только что объяснил, что вот это неравенство равносильно вот этому. Я не говорю, что я его доказал. Я говорю, что оно равносильно. Но, ребята, его объяснить гораздо легче. Любой из нас в шалаше хоть раз в жизни не добудет. Представили себе? Вот есть центр сферы, а из центра сферы выходят три луча. Что вы можете сделать? Вы можете взять и единичное или отрестие длины R, неважно, отложить одинаковые отрестия, выходящие из центра сферы вдоль этих лучей. Да? И после этого центр сферы спроецировать на плоскость, которая тут возникнет. Понятно? Утверждение все углы при проекции увеличатся. Увеличатся. На самом деле, когда вы берете угол, то в зависимости от того, как вы его располагаете и как происходит проекция, угол может и увеличиться и уменьшиться. Давайте подумаем, ну какой-то такой пример обсудим, когда очевидно, что угол увеличивается. Смотрите, вот есть одна точка, это точка А, вот есть вот точка О и точка В. представьте себе, что эти отрезки равны, точки А и В лежат у меня на доске, а точка О расположена где-то страшно высоко, понятно, да? Вот там вот, высоко-высоко. И делаем проекцию. И точка О, которая расположена страшно-страшно высоко, и в результате этот угол очень маленький, может при проекции на доску попасть вот сюда. Согласны? И что при этом произойдет? Угол, который был очень маленький, станет каким? Очень большим. Я вам больше скажу, господа, на самом деле так будет всегда, когда длина отрезка АО равна длине отрезка ОБ. Объясняю, почему. Ведь треугольник равнобедренный, а в равнобедренном треугольнике, если вот этот отрезок постоянен, то этот угол, он тем меньше, чем длиннее вот этот отрезок. Согласны? Ну, замечательно. А то, что при проекции отрезок сократится, это же понятно? А если отрезок уменьшился, то есть, дело в том, что вот АО штрих это проекция отрезка О на плоскость. Так, на самом деле я вас немножко обманул сейчас. что называется, на экзамене если вы с этим пойдете, то получите плохую оценку, но обманул я вас буквально чуть-чуть. Ошибка мелкая, несущественная, мы ее сейчас легко исправим, но тем не менее она есть. На экзамене вы за это получите плохую оценку. А если правиться от точки вот как это ВА или ВА? Нет, ВА или ВА это еще черт с ним, а вот она может попасть вообще вне нашего треугольника. Вот этот случай действительно надо рассматривать. Значит, давайте смотрите, я здесь вам рисовал, да, три отрезка равной длины выходящие из точки О. Молодец, почему правильно это сказали? Три отрезка равной длины. И смотрите, что я вам объяснял, что они равной длины все, это нормально. Значит, фактически у нас картинка вот такая, есть точка, из нее три отрезка равной длины. Проецируем эту точку, получается там окружность, которая проходит через эти три точки и где-то внутри у нее это, согласны? Пока все нормально. Но смотрите, какая возможна картинка. Возможно, что вот эти вот три луча, они выходили не так, как я сейчас нарисовал, а они на самом деле могли выходить, вот смотрите, как. Вот это вот наша точка О, наша точка О, а здесь на равных расстояниях от точки О лежат точки А, В и С. Поняли идею? Тогда куда проецируется точка О? Она проецируется в центр описанной окружности вот этого треугольника. Правильно? И что происходит с лучами? Вот с этими. Вот они, три луча. Происходит что-то интересное. Давайте подумаем, что у нас происходит. Вот этот угол, он что сделал? Он увеличился при проекции. Этот угол увеличился. Вот тот угол увеличился. А теперь вопрос. Раньше, когда такая картинка была, мы говорили, что сумма просто получилась равна 360 градусов. Так? Да. Так, а вопрос, а какая сумма здесь? Этот угол плюс этот и плюс этот? Маленько. Меньше 360. Согласны? На самом деле, этот случай даже еще проще вот этого. Потому что все углы при проекции увеличились. Понимаете? Они все увеличились, но при этом они в сумме дали вот здесь вот 360, а здесь меньше, чем 360. Ну что, я поздравляю. Вот это неравенство мы доказали. Это неравенство мы доказали. На самом деле, на пути с опускания перпендикуляра теоремы тоже можно было доказать, но я сейчас не хочу этим заниматься.